Долгожданное чудо, случившееся под Новый год, свою новорожденную первенницу Алина Викторова вместе с мужем решили назвать как героиню сказки «Полный чудес» Алисой. Процесс появления на свет малышки был непростым, но, как рассказывает роженица, благодаря опытным профессионалам родильного дома при больнице имени Николая Пирогова, исход оказался самым лучшим. Все успешно, благополучно, я довольна очень. Врачам бы я сказала терпения пожелала бы и огромное спасибо. Если, дай бог, мы получатся забеременеть еще раз, я обращусь в данный роддом. Мне понравилось здесь. Сказать спасибо медперсоналу роддома больницы Пирогова сегодня могут более 500 тысяч женщин. Столько малышей увидела жизнь за всю историю существования родильного отделения номер 20. В этом году ему исполняется 60 лет. Многие пациенты спустя годы возвращаются в клинику. Кто-то за очередным малышом, а кто-то приходит сюда работать. Так сделала и заведующая соседним родильным отделением Светлана Сыресина. Больница Пирогова, она для нас всегда остается вторым домом, потому что наша профессия, она настолько сложная, мы настолько живем в этой профессии, что очень много времени мы проводим на работе. Поэтому двадцатка – это мой родной дом, это мой второй дом. И, наверное, я надеюсь, что так и будет всегда в моей жизни. Все мои родственники, мои племянники будут тоже рожать себя здесь. Мы являемся роддомом второго уровня акушерского стационара, в связи с чем соответствуем всем требованиям современного здравоохранения. Конечно, это благодаря высокоспециализированной команде врачей. Это одно из наших гордостей, это действительно сильный коллектив. За 60 лет отделение сильно преобразилось. Сегодня штат укомплектован на 100%. Новое оборудование по последнему слову техники. Только в 2021 году по родовому сертификату приобрели современный операционный стол. На случай экстренной необходимости – на подхвате акушеров и педиатров, хирурги, неврологи, урологи, окулисты и реаниматологи. Неонатолог Татьяна Мариенко работает в больнице с конца 70-х. Подчеркивает, изменения кардинальные. Я очень люблю свою работу. Сейчас вот с этими изменениями, конечно, с прекрасной аппаратурой, с открытием отделения реанимации в нашем отделении, с такими квалифицированными реаниматологами, с молодежью, которая пришла. Очень подготовленная, хорошая работа, комфортная и просто спокойная очень. Вот уже третий год больница участвует в пилотном проекте вручения свидетельства о рождении в роддоме. Здесь также вручают подарочный набор для первенца «Наше сокровище», в котором все самое необходимое в первые дни жизни малыша. Такая практика в регионе ведется по инициативе губернатора Самарской области. Подарки уже получили более 18 тысяч самарских семей. В честь юбилея 20-го родильного отделения порадовал сюрпризом молодых мам лично министр здравоохранения Армен Бинян. Пользуйтесь на здоровье и обязательно возвращайтесь в эти прекрасные стены. Спасибо большое. Здесь работает достойный коллектив и много тысяч детишек нашей Самарской области родились именно в этих стенах. Приятно, что несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается. И это самое главное, есть условия для рождения детей, роста их на территории области. И наша задача системы здравоохранения – обеспечение защиты их здоровья и матерей, и отцов, и безусловно маленьких наших пациентов, детишек. Каждый год в родильном отделении номер 20, действующем при больнице имени Николая Пирогова, на свет появляется около 4 тысяч малышей. Мульфия Сафина. События.